Что хотели они нам передать? О чём мечтали? Больше 40 лет провисела табличка с надписью «Молодёжи 2017» и, наконец, капсула времени появляется на свет. Чтобы открыть её, приходится приложить усилия. И вот оно, послание из прошлого. Бывшие руководители и работники райисполкома, райкома КПСС, а также школьники и студенты приехали, чтобы стать участниками этого исторического события. По праву можете гордиться делами и свершениями старших поколений. Это они, стоя из завоевания Великого Октября, годы гражданской войны. Своим самоотверженным трудом в период первых пятилеток построили фундамент социалистического общества. При этом мы всегда думали о вас. Ради вашего счастья мы работали и боролись. Владимир Черных – один из тех, кто в 1975 году закладывал эту самую капсулу. Он вспоминает, тогда, через 30 лет после войны, после трудовых подвигов и восстановления из руин огромной страны, так хотелось рассказать новому поколению о своей жизни и напомнить, как это важно – сохранить мир. Великое событие. В ясный солнечный день 9 мая произошла закладка этой капсулы. Может быть, не все в этом послании достаточно актуально для сегодняшнего дня, но была Россия Великой. Великая Россия и будет, потому что на этом стоим и те поколения, и сегодняшнее поколение тоже. Нынешняя молодежь не осталась в долгу. Ребята из 2-го лицея Красноярска написали собственное письмо в будущее, в котором честно рассказали о том, почему нынешний мир прекрасен, а что им хотелось бы изменить. Честь прочитать послание и заложить новую капсулу выпала ученицей 8-го класса Даша Крупенько. Мы не хотим жить под девизом «Бери от жизни все». Так что вот многие взрослые, но мы против. Надо жить не только забирая, но и отдавая. Во-вторых, мы не согласны тем, что человек якобы хозяин всего, потому что он разумное существо. Разумные существа не довели бы планету до экологической катастрофы. Молодежь 2017 дает обещание. Сделает все, чтобы мир стал лучше и добрее. Теперь эту клятву будет хранить капсула времени. Я, наверное, останусь специально в центральном районе. Буду проживать здесь. И приду со своими детьми, скорее всего, сюда на открытие, получается, в 2038 году этой капсулы. Не боишься, стыдно не будет? Нет, не будет. Потому что большая ответственная ситуация. 2038 год выбран не случайно. Если и в этот раз капсулу вскрыли в честь 100-летия Великого Октября, то новое послание прочитают в день 100-летнего юбилея Центрального района Красноярска. Анна Московских, Александр Ермошенко. Новости. Мы сегодня уже говорим...